Ну что, друзья мои, еще раз добрый день. Давайте уж я поздороваюсь, хотя продолжается наш ежедневный эфир «Бизнес-канал» на Финам.ФМ. Сейчас время бизнес-класса. Сразу сообщу, сегодня замечательная тема. Мы будем обсуждать компанию... Ну, это не очень правильно звучит, так обсуждать компанию Леново. Мы, по крайней мере, встречаемся сегодня в эфире с представителем этой компании. Ну, давайте я сразу же его представлю. В студии сегодня Глеб Мишин, вице-президент Леново в Восточной Европе. Добрый день, Мик. Добрый день, Олег. Спасибо за приглашение на передачу. Надеюсь, мы расскажем слушателям много чего интересного. Я тоже на это очень надеюсь. Более того, я вам хочу сказать по секрету, и слушатели на это надеются. Так вот, мы говорим сегодня о компании Леново и обсуждаем рынок ПК+. Вот такая загадочная несколько аббревиатура. Ну, загадочность ее только в конце, да, в ее последней части. То, что ПК, я так понимаю, это банально, да, персональный компьютер. А может, означает плюс. Ну, в общем, Глеб об этом расскажет. Совершенно верно. Я на всякий случай еще напомню. Для вас, уважаемые слушатели, телефон студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Значит, у вас есть возможность позвонить или написать, задать свой вопрос, поделиться собственными мыслями на этот счет. Вот. Ну, что ж, давайте начнем, собственно, с некого широкого, обзорного такого вашего выступления. Расскажите нам о компании Леново, о ее задачах в Восточной Европе, либо о глобальных задачах. Ну, наверное, имеет смысл рассказать вообще о компании в целом, да, для начала. То есть, конечно, компания Леново на сегодняшний день представляет из себя огромную транснациональную корпорацию, которая в списке Global Fortune 500 занимает 329-ю позицию. Ну, для того, чтобы сориентироваться, так сказать, в масштабах, нужно сказать, что по рейтингу компания Леново обгоняет, например, такую известную компанию, как American Express. Да, двумя строчками выше нас находится, например, такая компания, как Mitsubishi Heavy Industries. Это серьезно? А рейтинг этот на основании каких показателей? Ну, это совокупные показатели, в том числе капитализация и так далее и тому подобное. То есть, за последний год компания продвинулась на 121 позицию. За один последний год? За последний год. Я, единственное, предположу, Глеб, хотя, может быть, это и не так, что это продвижение такое, яркое продвижение, фееричное продвижение, может быть, и за счет ваших программ, реализованных в России в том числе? Несомненно, потому что Россия, конечно, является крупным рынком. И как с точки зрения потребления персональных компьютеров, смартфонов или планшетов. Собственно говоря, я уже перечислил, что вот означает с точки зрения Lenovo этот плюс. Да, да. То есть, понятно, что компания выросла как производитель персональных компьютеров, на сегодняшний день является самым крупным производителем персональным компьютером. Мы занимаем первое место по объемам продаж персональных компьютеров в мире. И компания, наверное, отличается от традиционных производителей именно на рынке информационных технологий тем, что постоянно смотрит, скажем так, и находит новые ниши, как с точки зрения новых рынков, так с точки зрения новой продукции, которую мы производим и продаем. Кстати, Глеб, если можно, проясните, ну для меня как минимум. Вот персональный компьютер, теперь это все то, что я купил для себя лично, или персональный компьютер, это обязательно, я не знаю, там стационарный компьютер, а переносной это уже не персональный, а какой-то другой. Нет, ну персональный компьютер, наверное, все-таки, если посмотреть немножко в историю, наверное, означает просто персональное использование, независимо в каких целях я сценарий использую. Если вы помните, вся история, собственно говоря, усилительной техники развивалась по такой спирали, да, то есть от централизованных вычислений к распределенным, теперь опять централизованные, потом облака, ну и так далее. То есть, ну такая некая спираль, вот. Персональный компьютер, да, родился там, наверное, лет 30 назад, да, и подразумевалось, что он предназначен для использования одним человеком, или, скажем так, одновременно одним человеком, да, тогда это появился персональный компьютер. Сейчас, конечно, компьютеры тоже изменяются, они не такие... Я подумал, вот вы сказали, появился, подумал, Глеб там вспоминал, да, сидел. 30 лет назад, я представил, всего лишь 30 лет назад. И какая, да, и какая эволюция, то, что было тогда, 30 лет назад, что такое? Ну да, в общем-то, не так уж давно, да, по большому счету. Совершенно верно. В пределах одного поколения. Человек родился, 30 лет он сейчас, да, и еще даже не мужчина. Что самое интересное, один из первых персональных компьютеров был создан в России, назывался Промень. Промень? Да. Какая-то аббревиатура тоже? Нет, это Промень, это было такое название, да, это был персональный компьютер, занимал примерно такую площадь, как большой письменный стол, да, и это был персональный компьютер. Здорово. А вот эти, опять в историю, да, мы сейчас пустились, вот эти старые снимки, ну, советские в том числе, да, огромные шкафы где-то в вычислительных центрах, это не персональный компьютер, это как раз вот это вот... Ну, при определенных условиях эти компьютеры тоже были персональными, по большому счету, потому что, ну, наверное, вычислительные способности таких огромных компьютеров, там, 60-х годов, они примерно равны сегодняшним, там, смартфонам, может быть. Вот. Ну, так или иначе, так или иначе, да, тогда эти компьютеры занимали, там, огромные помещения, то есть, там, если мы говорим о наших ESLM, там, или IBM, да, 360-370, это действительно были целые дома, можно сказать, по тем временам. Но, так или иначе, прогресс не стоит на месте, и когда вот мы говорим, что мы рассматриваем историю, собственно, развития нашей компании, как движение, там, в эру ПК+, это означает просто, что мы не отрицаем того, что компьютеры, собственно говоря, не стоят на месте, прогресс, там, технологии и так далее, и тому подобное, но, наверное, этот рынок еще далеко себя не исчерпал. Конечно, он приобретает какие-то новые черты, собственно, новые форм-факторы появляются, опять же, технологии, 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 потому что, ну, наверное, все-таки рынок вычисленной техники невозможно представить без каких-то новых технологий, да. А, говоря о ПК+, да, что такое плюс, да, это, опять же, новый рынок, да. Ну, опять же, если говорить в преломлении компании Lenovo, то примерно 30% ежегодно, там, выручки Lenovo формирует новые направления и рынки, да, то есть 30% это, допустим, выход на новый рынок, ну, там, Африка, например, или что-то другое, да, новые устройства, как мобильный телефон, ну, не мобильный телефон, а смартфон, правильно сказать. Ну, это вы сейчас говорите по факту уже, или это по факту, да. Или это стратегическое планирование такое, стратегическое развитие? Ну, это и то, и другое. Скажем так, что мы планируем так, и по факту так оно и получается, поэтому, наверное, ну, в общем, в будущие компании наши верят, и инвесторы в том числе, которые видят, собственно, рост акций и, собственно, прибыли на акции, да, которые Lenovo плачают ежегодно. Ну, и так далее. Но, опять же, плюс, это не что-то такое, да, зачем стоит такой очень глубинный, там, огромный смысл, плюс он и есть плюс. Каждая компания эту стратегию называет по-своему, потому что связано это, конечно, с рынком, ну, вот, как мы привыкли говорить, скажем, пока, к сожалению, это английский термин, потому что на русский очень тяжело перевести, да, это smart connected devices, да, то есть устройства, постоянно подключенные к сетям передачи данных, наверное, вот так правильно сказать, да. Ну, к ним мы относим, в первую очередь, это наши ноутбуки, да, смартфоны и планшеты. Рынок, это наиболее интересен на сегодняшний день, Lenovo, наверное, единственная компания из вышеупомянутых традиционных производительных, да, персональных компьютеров, которая первая, да, ушла, скажем так, из рынка, она не то, что ушла, скажем, она вышла на более широкий рынок, да, устройств, и, несомненно, до сих пор персональные компьютеры генерят наибольшую часть нашей выручки, да, но понятно, что мы инвестируем огромные деньги в развитие новых направлений для нас, да, может быть, они не очень новыка для рынков, как таковые, да, то есть мы не являемся первопроходцами с точки зрения смартфонов или планшетов, да, но мы, наверное, единственная компания, которая за прошлый год представила что-то отличное от того, что на рынке существует, да, то есть, ну, если говорить там о смартфонах, у нас было первое устройство, которое фактически было коммерциализировано на платформе Intel, да, в смартфонах, да. Дальше говорим о планшетах, ну, наш девайс, о котором, кстати, который мы запустили уже в мире, да, ну, в России, кстати, официальный анонс состоится завтра, да, это йога-планшет, да, это... Йога-планшет? Да, ну, почему йога? Потому что, опять же, в компании была разработана, скажем, такая маркетинговая стратегия, которая подразумевает многофункциональные, многорежимные устройства, вот, и, собственно... Греб, расскажем об этом, да, чуть позже, сейчас у нас время новостей, давайте послушаем их и потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня мы беседуем с Глебом Мишиным, вице-президентом Леново в Восточной Европе, обсуждаем рынок персональных компьютеров и загадочный, ну, уже менее загадочный ПК+. Телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Уважаемые слушатели, звоните, пишите, задавайте свои вопросы Глебу, он на них, естественно, ответит. А ушли мы на новости, Глеб начал рассказывать о йога-планшете. Да, но йога-планшета, скажем так, одна из идей, которые, наверное, компания представила за последний год. Хотелось бы просто именно обратить внимание, что за последний год, ну, на рынке IT, да, скажем, в технологии не было представлено ничего особенного, за исключением тех устройств, которые представила Леново, да. То есть какой-то необыкновенный форм-фактор, да, какие-то необыкновенные технические характеристики. Ну, то есть сейчас мы говорим просто о том, что в какой-то степени совершенствуется то, что уже создано, да. Да, это не какой-то там революционный прорыв, да, но с другой стороны, с точки зрения дизайна, да, и, скажем, удобства использования или решения каких-то, скажем, застарелых проблем, да, этих устройств каким-то новым образом, да, нетрадиционным, да, на сегодняшний день, ну, наверное, компания Леново в этом смысле сильно преуспела, да, потому что создать планшет, который не теряет своих потребительских качеств и имеет батарейку, там, от 14 до 18 часов использования, ну, наверное, в общем, нужно было долго думать. Нет, батарейка, я понял, а что такое не теряет потребительских качеств? Ну, представься себе... Со временем или еще после падения, я не знаю, с высоты 15 метров? Нет, 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 но представься себе, если батарейка, что такое, как увеличить емкость батареи, да, собственно, увеличить размер, там, литий-ионной батареи, да, наверное, или использовать более современные, но очень дорогие технологии, что, наверное, сделает девайс, может быть, сильно непродаваемым, да. Совершенно верно. Вот. Компания Lenovo в юго-планшете нашла такое решение за счет, собственно, нового подхода, скажем-то, к дизайну, да, этого устройства, именно функционального использования, да. Или там, вот говоря, опять же, про прошлый год, да, ну, я уже упоминал телефон на платформе Intel, да, ну, или, например, тот же телефон, да, который работает трое суток без подзарядки, да, это, опять же, емкость батареи, и, ну, то, что батареи, сам размер батареи, наверное, мы не могли уменьшить, да, это, понятно, это общее место, да, но, но именно всегда в любом, скажем так, технологическом производстве дизайн всегда борется с технической начинкой, да, потому что можно создать чудесную машину, но никто ее не купит, потому что она будет выглядеть ужасно, да, всегда нужен какой-то компромисс. Ну, за счет миниатюризации, наверное, да, за счет подбора, правильного подбора комплектующих компонентов и так далее, то есть, ну, нам удалось создать девайс, который очень, ну, скажем так, симпатично выглядит, и его удобно использовать, потому что она работает три дня без батарейки, да. Ну, или одно из последних устройств, конечно, оно достаточно нишевое, но именно с точки зрения вот каких-то новых разработок оно интересно, потому что это планшет-горизонт, да, то есть 27 дюймов, вот, он предназначен для использования, скажем, несколькими пользователями одновременно с сенсорным экраном, ну, позволяет там играть, например, в такие игры, как Monopoly или какие-то образовательные игры и так далее. Понятно, что это пока... Ну, задача мило такая, объединить, да, несколько пользователей, чтобы они рядышком сели и... В этом и суть, что, то есть обычно сенсорные устройства, они предназначены для одного пользователя, здесь же это многопользовательные устройства, да, вот, но... И, честно говоря, каких-то вот новинок, да, на рынке за последнее время, ну, наверное, не было. Даже компании, которые, ну, скажем, привычно раньше ассоциировались с какими-то прорывными, да, такими вещами, да, в последнее время... Ну, избаловали, я думаю, просто избаловали. Сильно запуксовали. Что ни год, помните, как старый фильм, да, что ни... Что ни день 100 грамм, что ни день 100 грамм, а то и 150. А тут каждый год какую-то новинку именно с технологическим прорывом. Ну, наверное, это неправильно. Тем не менее, ну, вот, я думаю, что йога-планшет — это очень интересное решение, да, и оно, в общем, может поменять концепцию, собственно, развития планшетных компьютеров. Ну, кстати говоря, каждый день 100 грамм — это вот, например, один интересный момент, что Lenovo продаёт в мире 4 устройства в секунду. Вау! Это тоже вот примерно... Статистика — вещь поразительная, конечно. Можно много, да, говорить, а потом вот одну такую деталь сказали, и всё, и сразу дух захватывает. Да, ну, достаточно много, конечно, но я говорю, что, наверное, всё-таки лидирующие позиции, они сами за себя говорят. Ну, про ПК-то плюс мы, наверное, уже всё рассказали. Да, давайте, вот, собственно, затронули мы тему планшетов и смартфонов, ну, ваша, да, стратегическая политика, стратегия, точнее, компании Lenovo, она подразумевает какой-то прорыв, ну, если не технологический, то прорыв, я не знаю, там, в количестве, да? Ну, с точки зрения технологий, конечно, мы тоже работаем, мы инвестируем достаточно много денег, да, примерно, там, 600 миллионов в год идёт именно на разработки новых технологий, да, у нас три лаборатории, одна в Китае, одна в Соединённых Штатах, одна в Японии, которые там разрабатывают соответствующие, да, какие-то вещи. И, ну, не исключаю, что мы ещё даже в этом году, да, сможем показать что-то интересное, да, представить на рынок. Вот, говоря же, ну, о каких-то там маркетинговых, может быть, да, направлении технологий, да, то, да, конечно, стратегия компании на будущий год, я уже упоминал, Smart Connected Devices, да, то есть, постоянно подключенные к передаче данных, к системе передачи данных устройства. Конечно же, в первую очередь, это смартфоны, планшеты, ноутбуки, да, которые являются, скажем, ну, наверное, как я уже упоминал, да, нашим основным источником дохода. Плюс, как это не будет странно звучать, это десктопы, да, то есть, настольные компьютеры, правда, в другом форм-факторе, не в привычном, скажем так, большая коробка, маленький монитор. Да, это моноблоки, да, и последний быстро растущий сегмент — это серверы и средства, ну, скажем, сториджи, то есть, средства хранения данных, да. Но почему именно серверы и накопители, да, то очень просто понять, да, потому что сейчас количество клиентских устройств, которые фактически предназначены для потребления информации, да, то есть, смартфоны, те же самые планшеты, растут, скажем так, взрывным образом, да, то есть, количество там удваивается, утраивается, там, дистеряется и так далее. Но ни вычислительной мощности, ни емкости для хранения данных, да, они на сегодняшний день достаточно не обладают, да, поэтому, естественно, там культивируются какие-то облачные решения, да, но так или иначе данные должны где-то храниться, да, и обрабатываться, поэтому рынок сервера… — Облачные решения, вы считаете, вот в настоящее время это не выход из ситуации? — Ну, почему? Облачные решения — это просто, скажем, средства объединить, по большому счету, устройства и данные, это выход из ситуации, но облако, оно должно чем-то поддерживаться, это как раз и есть, да, серверы и накопители, да. — Я понял, да. — Очень интересная статистика, это если посмотреть на счета за электричество, например, того же самого Google, и из этого можно сделать большие… — А что там в этих счетах интересно? — Ну, они тоже очень прогрессируют стремительно, я, к сожалению, за последний год не помню, да, статистику, но просто они увеличиваются в разы. — Серьезно? — Да, они увеличиваются в разы. То есть это говорит о том, что количество устройств, которые они используют для хранения данных, да, и для обработки данных, они примерно увеличиваются в той же самой пропорции. — В той же пропорции, да. — А, кстати, вот возвращаясь к моноблокам, почему именно моноблоки? Ведь стационарные ПК, ну, вот, за эфиром мы говорили, они, в принципе, наверное, уже скоро совсем отомрут. — И компании, к сожалению, да, которые вовремя не переиентировались, да, ждет такая же участь. — Я прошу прощения, Глеб, к сожалению, время, нам время прерваться, у нас рубрика «Вне времени», потом продолжим. — Итак, друзья мои, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Сегодня говорим о рынке персональных компьютеров. У меня в гостях Глеб Мишин, вице-президент Леново в Восточной Европе. Телефон студии 6510-996, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Присоединяйтесь к нашему эфиру, звоните, пишите, задавайте свои вопросы. — Возвращаемся к нашему разговору, Глеб, собственно, о неких стратегиях компании, да, начали мы разговор, начали вы рассказ, вот у меня есть, по крайней мере, в записи, да, а передо мной стратегия под названием «Защита и нападение», достаточно противоречиво звучит это название, что это называется? — Ну, «Защита и нападение», ну, я вот уже говорил о том, что компания Леново каждый год получает 30% выручки от новых направлений, да, собственно, «Защита» заключается в том, чтобы не потерять позиции на тех рынках, которые мы уже завоевали, где мы себя чувствуем уверенно, да, в настоящий момент это как раз рынок традиционных персональных компьютеров, да, и «Нападение» — это новые рынки с точки зрения географии, с точки зрения продукции, да, то есть о продукции мы уже вот говорили, это смартфоны, опять же, те же слова, планшеты, да. — Ну, возвращаясь к предыдущей теме немножко все-таки про рынок персональных компьютеров, да, не хотелось бы слушателям, скажем, там, внедрить такую идею, что рынок персональных компьютеров умирает, нет, это не так, да, он видоизменяется, мы уже об этом говорили. — А, кстати, у слушателей есть такое ощущение, вот я так не слушателям, конечно, адресую этот вопрос напрямую, но вы как профессионал у вас есть по этому поводу мысль, что, да, подавляющее большинство, ну, обычного потребителя уже как-то сторонится персоналом, персональных компьютеров по разным причинам, потому что… — Ну, и да, и нет, я хочу проиллюстрировать, скажем, ну, хотя бы несколько моментов, да, то есть существует абсолютно устойчивый рынок сбыта традиционных персональных компьютеров, это геймер, да, который нуждается в высокой производительности компьютеров, да, возможности расширения, опять же, там, количество видеокарт, количество процессоров, там, жестких дисков и так далее, там. — Ну, это, наверное, рабочая станция, да, такая, в общем, опять же, там, дизайнеры, архитекторы, кто угодно, для кого требуется. — То есть им нужно, им не на первом месте, да, у них это работоспособность, да, компьютера, на втором месте, а может быть, на пятом месте вот его эти свойства мобильные, что надо, можно, переносить его. — Дизайн. — Дизайн, да, это их не очень колышет, для них главное. — И программное обеспечение, конечно, да, которое должно, ну, подкрепляться, там, какой-то мощностью, да. Вот, опять же, да, ну, вот про защиту и нападение, даже говоря о рынке традиционных персональных компьютеров, да, рынок, он достаточно стабильный, он уже, там, на протяжении 3-4 лет, да, он уменьшается, но уменьшается на 3-5%, да, если мы говорим о настольных компьютерах. — Но внутри этого сегмента происходит замещение очевидное, да, это замещение настольных компьютеров, традиционных, когда это отдельный системный блок и монитор, да, это замещение моноблоками. — И мы, естественно, ну, пытаемся нашим покупателям тоже рассказывать преимущества этих устройств, да, которые, там, заключаются, там, в пониженном энергопотреблении, да, в экономии места, удобстве использования, там, отсутствие проводов, там, и так далее, и тому подобное. — Ну, опять, я подумал, что его проще переместить хотя бы со стола на стол, да, как минимум. — Абсолютно, плюс, ко всему прочему, сейчас стали доступны, скажем, стали более доступны, да, технологии, например, сенсорных экранов и так далее, и тому подобное. — А в стационарных компьютерах используют подобные технологии? — В экранах, да, то есть, если мы говорим о стационарных компьютерах, то у нас есть отдельный монитор, отдельный системный блок. Монитор может тоже быть сенсорным, да, экраном, но большого смысла на сегодняшний день эти устройства разделять, если человеку не нужны какие-то дополнительные возможности по расширению мощности, там, или, там, видеомощности, или что-то такого, да, но они достаточно как-то так бессмысленно, да, становятся эти большие коробки. — Не востребованы тогда эти большие коробки, да, потому что моноблок на сегодняшний день, ну, он не сильно по внешнему виду и по массогабаритным качествам отличается от обыкновенного монитора, да, в общем. — Ну, и говоря о каких-то новых устройствах, да, конечно, все движется, там, к мониторизации и к какому-то, там, пониженному энергопотреблению и так далее и тому подобное. То есть, у нас есть десктопы, которые фактически размером с, ну, наверное, с книжку, да, нормальную, там, «Война и мир», например. — Ну, это в хорошем смысле не очень нормальная книга, в хорошем смысле. — В хорошем смысле не очень нормальная книга, но мы говорим в данном случае про размер, не про содержание. — Именно про размер, да. — Да, поэтому и такой, и это компьютер, в общем-то, абсолютно полноценный, да, который, собственно, использует те же самые схемотехнические решения, что и обыкновенный десктоп, да. Но там просто нет, наверное, таких огромных компонентов, да, там, огромных, там, русских диск, там, или еще что-то. Но для офисных приложений его более чем достаточно, потому что там используют самые совершенные процессоры, там, самые совершенные, ну, схемотехнические решения, да. Опять же, энергопотребление вот такого устройства, конечно, гораздо ниже, чем у большого компьютера, хотя потому что вентилятор нужно меньше достать. — Да. Ну, кстати, вот вопрос энергопотребления, да, он тоже важен, несмотря на то, что мы говорим, там, о высоких технологиях, да, но это вещи взаимосвязанные. — Несомненно, но даже если говорить об экономии денег, да, то, наверное, цикл, нужно все-таки смотреть на цикл использования устройства целиком, а не просто на первоначальную стоимость, да. Ну, я думаю, что, ну, в больших корпорациях действительно об этом уже задумываются, и все-таки это, ну, на самом-то деле, тут много факторов, да, даже экономия места — это экономия денег, да, то есть, если у человека нужен, ну, нужен меньший стол для того, чтобы поставить компьютер, да, это тоже экономия денег. — Совершенно верно, значит, можно двух рядом поставить, как минимум. — Ну, или поставить два компьютера на один и тот же стол, да, человека, скажем так, загрузить гораздо больше работы, чем он будет использовать одно устройство. — Говоря о экономии энергии, наверное, для, ну, миниатюрных устройств, как смартфоны и как, ну, планшеты, да, мы говорим о… — То есть опять батарейка упирается, все? — Фактически о времени действия, о времени работы этих устройств, да, которые… Ресурс батареи, естественно, ограничен, да, чем меньше энергопотребление, тем дольше работа, очевидно. — Ну, и вот, возвращаясь к проблеме этих самых батарей, да, сейчас секунду, вот, да, технологически, какие технологии, собственно, применяются для того, чтобы задачу это решить? Ну, очевидно, я, опять-таки, вспоминаю, да, недавнюю эволюцию, когда мы видели большие переносные уже компьютеры и огромные батареи. И потом менялось что-то, ну, прежде всего, наверное, не в дизайне, дизайне во вторую очередь, да, менялось что-то именно в размере этой батареи, появилась возможность уменьшать гаджет и так далее. — Ну, конечно, мы просто следуем, наверное, общим тенденциям в этом смысле, да, но там батарейки бывают разные, там, никель-кадми, там, литий-ионные и так далее. Ну, мы в основном используем на сегодняшний день, там, литий-ионные, да, батарейки, которые, ну, по ценопроизводительности на сегодняшний день, да, они, наверное, самые интересные, да, ну, с точки зрения нашей компании. Речь идет просто о ментюризации всего устройства целиком, да, то есть, если посмотреть на то же устройство, там, серии P, да, которые вот смартфоны мы продаем, они по размерам ничем не отличаются от, скажем, привычных, как правильно сказать, устройства такое же, как обыкновенное, да, устройство такое же, как обыкновенное. — А под обыкновенным мы что понимаем? — Ну, вот то самое. — То самое или какое-то, да, такое, ну, ничем не крупнее, скажем так, не тяжелее, да, ну, да, да, вот, но, тем не менее, батарея — это 3,5 тысячи миллиампер, да, понятно, что это сделано за счет экономии пространства внутри тела. — Ну, обыкновенные, опять для сравнения, да, это 3,5 тысячи, а там… — Я не буду говорить, как бы, про обыкновенные, потому что обыкновенных много, на самом деле, то есть, у нас даже… — Ну, порядок цифр там, равно сколько у нас. — Ну, как правило, там, до 2 тысяч миллиампер, ну, или, наверное, правильнее измерять по времени работы от батареи, да, потому что энергопотребление устройства тоже может быть разное, в зависимости от того, какие процессоры используются, да, в телефоне, вот. — Вот, поэтому, ну, у нас вот, ну, скажем так, в режиме активного использования, да, это примерно 36-38 часов, да, вот такое устройство, то есть, я утром от зарядки его оторвал, да, и 2 суток, 2 рабочих дня у меня может пройти, да, полностью. — При этом я активно им пользуюсь, потому что он может прилежать эти 2 дня, я к нему не признал. — Если пользоваться, скажем, не очень активно, то есть, там, просто в режиме звонков, там, или просмотров фотографий, там, не играть в игрушки, да, то тогда это будет вот трое суток вообще полноценно, да, но в режиме, скажем так, разговоров и так далее он нормально будет работать, но не постоянных, а нормальной загрузки, да, но я использую телефон очень интенсивно, да, вот у меня его хватает на 36 часов примерно. — Здорово. И технологии связаны с тем, что вы говорите, да, что там… — Ну, у меня пространство внутри устройства, потому что, ну, батарейку уменьшить, к сожалению, невозможно, да, потому что, ну, понятно, что можно другие технологии использовать, да, но это будет более дорогая батарея, да, она будет больше емкости, будет занимать меньше места, но она будет намного дороже, что сделает устройство, наверное, не столь интересным, да, вот. Ну, и здесь просто много характеристик, да, собственно говоря, сбалансируется, да, то есть, там, энергопотребление экрана, да, там, камера, ну, и так далее, там, подобное, да, но вот это устройство на сегодняшний день является нашим, там, фактически бестселлером. — Бестселлером, хорошее слово. Глеб, смотрите, у нас есть звонок, давайте послушаем. Михаил, день добрый, вы в эфире, пожалуйста, говорите. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Два простых вопроса. Первый. Не собирается ли Lenovo сделать что-нибудь вроде Google Glass? Вот. И второй вопрос. А что там с возможностью поменять видеокарту на блоке, поставить какую-нибудь там супер-пупер мощь? — Ага. А там не супер-пупер мощь, Михаил? Я так понимаю, со знанием дела вы задаете вопрос. — Ну, если там у него энергопотребление обрезанное, то сходу там не будет там Nvidia Tesla какой-нибудь. — Понятно. Спасибо. Спасибо, Миша, за вопрос. Спасибо. — Ну, во-первых, по поводу инновационных устройств, да, ну, я говорю еще раз, да, достаточно посмотреть на югу планшеты, наверное, можно сделать вывод, что Lenovo способно создать нечто такое, да, но мы делаем те продукты, которые достаточно быстро и легко коммерциализировать, да, то есть, ну, наверное, Google Glass пока это, в общем-то, не самый популярный продукт, да, и очень много вопросов возникает с точки зрения там и, скажем, самого использования, да, то есть с точки зрения закона и тому подобное, да. — Ну, можно сказать, что Lenovo сейчас просто смотрит, как это развивается там у Google того же? — Ну, не совсем так. Дело в том, что рынок, как бы, вот этих гаджетов новых, да, или аксессуаров, умных аксессуаров, да, или там, скажем, функциональных аксессуаров, он развивается стремительно, да. Ну, пока я видел там несколько попыток классификации таких устройств, да, они там делятся на умные и даме, ну, или, скажем так, как… — Как это по-русски, да? — Ну, простые, будем называть простые. — Умные и неумные, что ли? — Умные и простые, да, однофункциональные, да, устройства. Также они подразумеваются, также они подразделяются на те, которые используют программное обеспечение, те, которые только аппаратную часть и так далее. — Рынок растет очень быстро, да, то есть можно много, кроме Google Glass, уже, ну, посмотреть на те же самые часы, и производителей уже этих часов очень много, да, которые тоже являются подобным гаджетом, да. Очки, ну, идея тоже не нова, просто Google, наверное, наибольшим, наилучшим способом на сегодняшний день эту идею как-то кристаллизовал, да. Ну, и много, ну, там, помните, может быть, напульсники разные, да, которые сейчас умные, да, тоже, они подключаются к смартфонам и так далее, рекомендуют диеты, там, количество движений и тому подобное. — Вот. Что касается второго, ну, еще раз, да, я думаю, что Lenovo что-то представит, но это не обязательно будет именно в этом направлении, там, Google Glass, там, или это будет какой-то, там, часы, да. — Например, да. — Скорее всего, это будет что-то иное, но не менее интересно. Да, ну, как я говорил, тот же самый горизонт, да, то есть вот этот многопользовательский моноблок с батарейкой. — Главное, что Lenovo в эту сторону тоже смотрит, да, с батарейкой. — Я же говорил, у нас революционный прорыв. — Мы инвестируем примерно 600 миллионов долларов в год именно на новые разработки, да, и у нас есть три лаборатории, да, которые над этим трудятся. — Тем более, надо еще напомнить, да, лаборатории в Китае, лаборатории в Японии, лаборатории в Штатах. — Да, ну, наверное, не зря. — Само за себя говорит, конечно. — Вот, что, говоря о вопросах про моноблоки, да, ну, первый вопрос был про графическую карточку. Ну, во-первых, там, как бы, я вот, тонкость и... — Да, да, тонкость, и мы вернемся... — Мы услышали, да, бой курантов. Сейчас мы прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ, по-другому продолжим. — Ну что ж, друзья, продолжаем эфир, разговариваем сегодня с Глебом Мишиным, вице-президентом Леново в Восточной Европе, обсуждаем рынок ПК+, ну, и многое другое обсуждаем. Телефон студии 651099, 6, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Возвращаемся к вопросу Михаила, собственно, по поводу Google Ads. Глеб уже ответил, а вот интересовала его еще вопрос. — Графика, да, вопрос с графикой. — Да, связан с графикой, как это в моноблоке. — Ну, здесь должен сказать, как я уже упоминал, да, то есть понятно, что существует сегмент геймеров, которые требуют максимальной производительности от их компьютеров, да, и понятно, что любая графическая карточка, она там обладает повышенным тепловыделением и так далее и тому подобное. Такую карточку, конечно, встроить в достаточно миниатюрное устройство невозможно. Но хочу сказать что, что все достаточно популярные игры, да, которые на сегодняшний день существуют, они работают даже на встроенной графике. Для этого не обязательно даже карточку ставить, одну дискретную графику, так называем, да. Понятно, что чем больше устройств поддерживает эту игру, независимо от того, какая, собственно, производительность, какая производительность этого устройства, тем лучше для производителя тех же самых игрушек, да, тем большее количество покупателей они могут, собственно говоря, получить. Но, отвечая про моноблок, опять же, да, сейчас есть моноблоки с достаточно высокой производительностью графических систем. И, еще раз, если мы не говорим о каких-то, ну, скажем, серьезных, да, играх, которые требуют действительно очень большой мощности, да, моноблок достаточно обеспечивает, ну, наверное, 90%, скажем, игр, который на сегодняшний день в мире существует, моноблок способен поддерживать, с точки зрения производительности, с той графикой, которая там есть. Я понял. Спасибо. Спасибо. Глеб, вот такой вопрос. Значит, известна некая бизнес-модель глобально-локальной компании, ну, в отношении, опять, компании Lenovo. Откажите поподробнее, что это значит. Что это означает? Нет, но, на самом деле, это просто, по большому счету, децентрализованное управление, да, понятно, что… Децентрализованное? Децентрализованное управление компанией, потому что любой рынок… Ну, понятно, что компания, в первую очередь, она маркетинговая, да, то есть, понятно, что, с одной стороны, она занимается производством, с другой стороны, она должна заниматься продвижением своей продукции на рынке. Так вот, часть, как раз, которая относится к продвижению продукции на рынке, она сильно локализована, потому что любой рынок сильно отличается… Специфичен, да? Специфичен. Ну, наверное, в основных каких-то моментах, то есть, все фундаментальные, скажем так, бизнес-вещи, они, наверное, общие везде. Мы сейчас разделяем по географии именно, по географическому признаку. Ну, наверное, просто географический признак — это легче всего таким образом разделить рынки. Локализовать их как раз. Локализовать, да, потому что любой рынок, в том числе, отличается по возрастному контингенту. Ни для кого не секрет, что там Западная Европа, например, более, ну, скажем так, стареет быстрее, чем Восточная Европа или наоборот. Ну, или какие-то другие элементы, допустим, там средний заработок выше, чем в Восточной Европе. Или там система принятия решения более, скажем, прозрачная там и быстрая. То есть, но всегда есть специфика, когда невозможно, ну, скажем, использовать, наверное, какой-то один подход. Хотя такие примеры тоже есть, да, один продукт на весь мир по одной цене. В принципе, такие тоже примеры есть, я не говорю, и достаточно успешные, да. Но как раз в России этот подход, мне кажется, не очень сработал, да, как раз не сработал. Вот, но вот для того, чтобы эту специфику вовремя отслеживать, да, и представлять, наверное, на рынок те устройства, которые наиболее массовыми являются и востребованы, да, то есть существует такая вот локальная система управления, да. Тем не менее, какие-то стратегические решения, да, то есть с точки зрения, ну, вот, маркетинговых глобальных стратегий, да, там, говоря... Вот говоря как раз о PC+, это вот глобальная маркетинговая стратегия, да, и понятно, что эта идея, ну, наверное, рождается и культивируется именно штаб-квартирой, которая находится в Китае. Но нужно сказать, что штаб-квартир у нас тоже несколько, да, то есть как минимум, как минимум три, да, и помимо... Там же Китай, Япония, Америка, да? Примерно, да, примерно так. Вот, но есть подразделения в Мексике, там, Бразилии, Сингапуре и так далее. Но дело в том, что компания Lenovo, она, собственно говоря, органично развивалась, да, то есть самостоятельно, да, увеличивала обороты там производства и так далее. Она покупала очень много компаний или создавала совместных предприятий, да. Ну, первая, наверное, самая громкая покупка, это 2005 год, это персональные компьютеры компании IBM, да, которые до сих пор продаются под маркой Syncpad, да. Дальше были множества приобретений. Ну, последняя, наверное, можно сказать, это бразильская компания, лидирующая производитель персональных компьютеров СССР, потому что рынок там фактически защищен от импорта, да, то есть все компьютеры собираются локально в Бразилии. Вот, ну, между этим были совместные предприятия с NSC, ну, последнее, опять же, совместное предприятие было создано между EMC и Lenovo в Китае, да, то есть это как раз система хранения данных и так далее, да, то есть, ну, таких приобретений много, да, то есть, опять же, облачные решения, да, недавно мы там купили, которые будем, наверное, ну, не знаю, под той же торговой маркой или под другой продвигательный рынок, наверное, все-таки это будет названо теперь Lenovo. Ну, множество, да, и, соответственно, вот, скажем, существует множество, Medion, кстати, одна из интересных, наверное, было приобретение, таким образом Lenovo выходила на потребительский рынок в Западной Европе, да, то есть получается, что множество таких центров управления, в том числе и производства, потому что в Бразилии там существует отдельное производство, да, Medion — это тоже достаточно независимое подразделение, да, ну, и получается такая, как будто такой распределенный некий консорциум, да, который работает по общим правилам, да, но, наверное, решает какие-то локальные тактические задачи. Каждый раз, да. Ну, с маркетингом, может быть, и понятно, а вот с производством вопрос, ну, опять-таки, вопрос не касаемый конкретно, да, компании Lenovo, но, в принципе, есть мнение, давайте я такую обтекаемую форму, да, вопроса предложу, предложу, есть мнение, да, что продукция, вот если говорить о локальных, да, о локальных каких-то производствах, продукция, созданная в одном месте, несколько отличается по качеству от продукции, созданной в другом месте. Вот такая история присущая продукции компании Lenovo? Ну, мне кажется, что это заблуждение, потому что, к сожалению, большинство потребительских продуктов, в том числе и компании, которые продают один продукт на весь мир по одной цене, продают... И делают в одном месте. Производятся примерно на одной, ну, скажем, по крайней мере, в рамках Китая, да. И более того, сейчас есть мнение, что производство дрейфует, скажем, в сторону более дешевых, да, стран, где рабочая сила дешевле, там, Вьетнам. Причем уже не Китай это, да, как говорили? Да, это уже Вьетнам и так далее, да, то есть это еще дешевле рабочая сила, но это отнюдь не говорит о качестве, да, собственно говоря, производства. Более того, модель как раз в Lenovo, которая принята, это, скажем, использование как собственных производственных мощностей, да, так и, наверное, предложение других OEDM-производителей, да, которые позволяют, ну, наверное, во-первых, всегда соизмерять, скажем так, свои способности с точки зрения цена-производительности, качества, да, с другими производителями, да, то есть если кто-то может делать устройство лучше, мы устройство разработали, но если кто-то его может произвести качественнее и дешевле, то, конечно, мы закажем устройство тогда где-то на стороне, они будем сами мучиться его производить более дорого и потом мучиться его продавать, да, но я буквально вот неделю назад был на новом заводе, да, который построили, который Lenovo построила в Ухан, да, там, ну, линия, в общем, она, конечно, роботизирована, она впечатляет, одна такая линия стоит примерно полтора миллиарда долларов, она шлепает телефоны, ну, с потрясающей точностью и скоростью, честно говоря, да, поэтому думаю, что вот производство телефонов, это, наверное, одна из самых современных, да, и вообще, собственно, фабрика и линий сейчас в мире, я думаю, компания Lenovo. Здорово. Ещё один звонок у нас есть, давайте пообщаемся со слушателем. Магомед, день добрый, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Добрый день. У меня пара вопросов к представителям компании Lenovo. Компания очень мое уважаемая, по крайней мере, в качестве производства ноутбуков, одна из тех редких компаний, которая качество не уронила, в отличие от многих других, и цены, ну, скажем так, не задирают около длинную орбиту. Вот. Среди чём у меня вопрос. Вот я в своё время пытался подобрать планшет 7-дюймовый, чтобы там, грубо говоря, можно было в машине в качестве навигатора и в карман. Мне пришлось сделать выбор в сторону другого производителя китайского по простой причине. У ни у одного производителя я почему-то не нашёл планшета 7-дюймового с возможностью звонить, грубо говоря, с меняемым аккумулятором и меняемой мощностью. Вот есть ли в планах у Lenovo выпуск такого устройства? Вот. Это один вопрос. И второй вопрос всё касается вот качества. Сейчас вот я с компьютерной техникой работаю, ну, с начала 90-х, там, с 92-го, 3-го года. И прихожу к выводу, что всё движется к одному. Точно так, как в автопроме, устройство становится одноразовым. То есть срок гарантии истёк, его можно в форточку вытянуть. Вот как бы... Может, хватит издеваться над пользователем? Над бедным, да, над бедным пользователем. Про автопром мне понравился очень одноразовый автомобиль. А, Магомед, огромное спасибо. К сожалению, так оно и есть. Согласен. Он пластмассовый. Согласен. Магомед, спасибо огромное за вопрос. У нас, к сожалению, очень мало времени. Глеб не успеет ответить на два вопроса. Если можно коротко, Глеб, да? Простой вопрос о возможности активации голоса на планшетах. Да, сейчас создаётся... Вообще существует отдельный класс устройств. Называется фаблеты, да? То есть это, скажем таки, планшетные смартфоны. То есть размер экрана до 6 дюймов. Конечно, там активирована эта функция. Просто понятно, если использовать как стационарное устройство, наверное, в автомобиле, возможно, эта функция будет востребована для 7-дюймовых устройств. Но большинство пользователей не используют таблет или планшет как устройство передачи для звонков. Как правило, устройство для передачи данных. Что касается срока службы, к сожалению, нужно констатировать факт, что все, скажем так, персональные компьютеры, они перешли из категории устройств долговременного пользования в некий потребительский сегмент. Я не буду называть, кто такую рекламу, но я часто, где-то, наверное, полгода назад, последний раз видел такой билборд, когда на одной половине рекламировалась колбаса, а на второй ноутбук. То есть нам нужно обратить внимание, что и стоимость устройства значительно-значительно снизилась. Видимо, да, какая-то глобальная тенденция в этом смысле все-таки обнаружится. Глеб, огромное спасибо. Время, к сожалению, закончилось. Глеб Мишин, вице-президент Ленова в Восточной Европе, был сегодня в студии бизнес-класса. Огромное спасибо, Глеб, за то, что вы пришли. Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание. Всего хорошего, успехов в бизнесе. До свидания.